здравствуйте вы на канале садовые приключения с надеждой и сегодня я буду показывать вам как правильно обрезать иву как уронишики ива у меня корни собственная и я ее формировала деревцем на штамбе которые в садовых центрах очень долго дорого стоит и еще как бы она проблемно если она привита потому что она в местах прививок можно может подмерзать а вот корни собственной то есть выращенная череночек который дал собственные корни она не сильно подмерзает погода ветреная поэтому прошу понять и простить если что-то не будет слышно а сейчас мы рассмотрим мое взрослое деревце вот оно так выглядит внизу у нее у меня она дала поросли но поросли я уберу это я оставляла чтобы заготовить черенки для ивы для черенкования и вот видите здесь тоже мне надо будет поработать над кроной потому что если издали смотреть вот в принципе шарик виден но надо сейчас чтобы вот эти веточки которые выскочили из общего общего плана значит их убрать сейчас я поработаю над этим ну вот форму мы нашему деревцу придали осталось обрезать только внизу веточки обязательно когда обрезаете иву все время отходите на расстояние подальше чтобы видно издали была какая форма вот можно еще даже снизу я увидела что больше похоже на такой даже не круг снизу можно подрезать сейчас я подрежу и покажу как немножко исправить потому что уширился наш кружочек вот и еще я покажу что нужно будет сделать сейчас я пройду по всей или и вот так вот руками по выламливаю сухие ветки потому что она то что сухое сразу отламывается вот видите сразу отламывается получается потому что если не сухое то на конце вот нам может показаться что веточка сухая мы ее секатором можем удалить а на самом деле на конце идут вот эти вот красивые наши разветвления поэтому проходим руками и вот так вот удаляем сухие веточки сухие веточки они сразу будут отламываться вот внутри дальше еще посмотрите вот наша ивов изнутри покрытым хом чтобы вот этого мха не было вот она видите уже это и ведь это лет 12 значит когда я буду обрабатывать свои абрикосы я и обработаю медным купоросом еще вот эту иву чтобы вот этого мха не было вот это вот смотрите сколько веток сухих у нас все это удаляется руками оно легко обламывается до его стоит только дотронуться и так мы прорыхлим крону вот так мы прорыхлим крону ну сейчас еще подправлю немножко форму вот еще раз отойду отсюда посмотрю все таки форма снизу не очень хорошая она немножко утолщена значит форму с формой надо поработать сейчас я поработаю ну вот и все крона ивы подправлена вот здесь я прополола приствольную лунку и смотрите какая что у меня интересного случилось здесь здесь в прошлом году вот от этого забора где у меня растет плетистая роза через газон проросла вот от росточек плетистой розы но бабушка в прошлом году мне его бы ее выпало в этом году я решила предупредить ее заранее чтобы она эту розу не трогала и вот здесь вот так я думаю что еще по стволу я пущу плетистую розу вот как это ива выглядит шариком вот такой вот шарик и хотя еще я вижу одну погрешность вот в этом месте я этот шарик немножко подправлю но а сейчас мы пойдем посмотрим как же формировать иву с малюсенького малюсенького деревца которому один год формировать мы будем вот такую иву хакура нишики ей от роду один год вот в прошлом году она была череночком за год она подросла вот такая но чтобы нам ветер не мешал и хорошо было видно я сейчас эту иву пересажу в катку потому что она все равно меня уйдет на продажу и уже в тепличке вам покажу конкретно как я буду из нее делать деревце на штампике итак деревце наше пересажено теперь нам надо определиться с чего же начать сначала мы выберем самый большой стволик вот он у нас идет хоть он и искривленный но он самый длинный стволик значит лишнее мы удалим так удаляем вот так вот и вот здесь у нас осталось ответвление вот видите она вроде и большой это ответвление тоже толстый стволик но просто если мы пустим высох если мы пустим низко нашу крону она будет очень низкой шарик будет начать начинаться очень низко поэтому вот это мы тоже удалим и теперь я встану посмотрю то есть я приблизительно хочу что моя крона моего дерево формировалась где-то вот на такой высоте значит что я сделаю я вот эти штучки удалю идут мне какие-то смс немножко потерпите переписывать не буду потому что деревца у меня одно так вот так вот так я удалила и вот посмотрите вот получилось у меня я потом его сфотографирую еще побольше вот такое вот деревце что мне сделать с вот этими вот отросточками здесь я беру или их немножко подчикиваю вот так тоже подчикиваю чтобы крона деревца и зарастала изнутри теперь смотрите деревца у меня наклоненная до получилось вот эту штучку надо еще побольше убрать вот чтобы она прям было так деревца у меня наклонено значит я ставлю палку вот так ставлю палку и вот так это деревца привяжу привяжу мне нравится резиночки из старых перчаток вот так привязываем и наш стволик он выпрямится в одном месте и еще привязываем во втором месте чтобы стволик был ровный вот так год он побудет и стволик выпрямиться ствол выпрямиться у этого дерева подправляю когда я буду продавать это дерево я скажу что просто палочку прикопали вглубь сейчас я покажу что у нас получилось вот такое наше деревце получилось вот она в кадочке вот такое деревце когда я буду продавать я попрошу чтобы хозяева этого дерево вот эти ствол вот эти вот веточки обрезали как максимально коротко приблизительно на где-то 55 7 сантиметров это нужно для того чтобы вот здесь начались почки и внутри наша его была наполнена не было пустая вот такая обрезка почему я не обрезаю сейчас ну потому что если обрезать сейчас то это дерево будет не продажно оно будет куцым а мне надо чтобы дерево все таки продавалась хорошо продавалась поэтому обрезку не делаю сейчас вот носим я еще раз хочу показать свое деревце вот носим я это видео заканчиваю подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а следующее видео это уже начнется у нас черенкование хвойных поэтому приготовьте секаторы приготовьте те хвойные которые вы будете чикать на черенки ну и ждите моего видео но о